Привет, с вами Андрей, у нас патос над хакот. Собственно, на совет разработчиков карма может быть потеряна, если вы ведете себя плохо, атакуете нейтральных монстров или вы убиваете союзников. Ну да, также карма может быть потеряна, если вы ее расходуете на что-то, например, на алтарь, на получение информации о ваших вещах, которые у вас присутствуют в инвентаре. Когда вы владеете на алтаре, у вас карма тратится. Также карма тратится и в других вещах, например, когда вы молитесь вашему божеству. Ну, скажем так, не божеству, но по сути, да, божеству, потому что в большинстве случаев у вас именно так и называется. Собственно, мы подошли к тому, что двигаемся дальше. Каменная лестница, идем в лес. 38-й уровень. Долгое нажатие или клик правой кнопкой мыши для взаимодействия с дневной ушком поднятия и использования предмета из инвентаря или из пола. Собственно, мы перешли на следующий этаж. У нас тут большое количество мобов. Давайте в целом посмотрим, кто рядом с нами. Большой мимик стоит и дриада стоит. Хорошо. Идет мумак. Давайте дадим им тьму. Тьма и свет. Собственно, что вы понимали, что у нас за персонаж. 19-й уровень мужчина-человек-монах. По характеристике у нас, собственно, вы видите, практически статы до 20 доросли, пока еще не смогли это добиться. Скорость у нас максимальная 8,8. Начинались 5,0. Атака 16. Защита 62. Сопротивление у нас большинство 100%, кроме распада. Распад 92. По талантам у нас, собственно, видимо, ужин и стойкость, знамедленное пищеварение, каннибализм, контроль превращения, контроль телепортации, мерцания, отклонения, отражения, оценка, подсматривание, поиск, полет, превращение, предупреждение, проворство, прыжки, регенерация здоровья, свободный рейс, талант скользкий, скрытность, спасение жизни, телекинезть, телепатия, телепортация, ускользание, ясность. Ускользание у нас временное, потому что у нас временный эффект ускользания стоит. По навыкам. Арбалет и уровень умелый, верховая езда на уровне мастера, эксперт вызова, магии вызова, чемпион длинные копии, чемпион жречества, умелый уровень кирки, копия уровень чемпион, легкие доспехи уровень чемпион, ловушки чемпион, некромантия чемпиона, ограждение на уровне специалиста, очарование магия на уровне мастера, школа предсказания на уровне специалиста, ремесло тоже специалист, чемпион рукопашный бой чемпион средней доспехи тяжелые клинки на уровне умелый и чтение на уровне мастера рядом с нами один человек в отряде это наша наш боевой коня у него характеристики собственно 22 15 15 2 15 8 у него собственно хп 83 50 магия скорой 6 0 атака 21 защита 38 по характеристикам у него вытягивание силы 32 кислота 51 огонь и сон холод шок яд у него стопроцентные таланты жизнестойкость контроль и репортацию невидимость отклонение отражения и полет отражение у него непостоянное виде амулета все остальные что него постоянным у него навыки получается мастер легкие доспехи неумелый плавание чтение и умелые средние тяжелые доспехи наносит урон 30 36 заход можно защититься от урона давайте мы так горгули мы убили горгули нам свой трупик даже оставила на его скушаем сразу собственно мастодонт мастодонт это очень большой слон как вы видите пока у него висит но можно убить ужас мы получили от заглянания тьмы дадим ему тишину и ужас чтобы кошка от нас не убежала дадим ее замедление также дали ей замедление чтобы мы могли ее раздамажить мы потеряли навык ускользания теперь у нас нет ускользания ускользания это возможность огромное количество ловушек как вы видите здесь нашли священную рощу священная роща нам не нужна посмотрим что это это же огород статуя нам не нужна ловушка оживление вещей деактивируемая одна из самых опасных ловушек на мой взгляд собственно используем заклинание света и тьмы даем замедление магу чтобы он от нас не убежал мага можно в теории приручить но у него сопротивление к магии поэтому это будет очень и очень долго а что вы понимали что это за колдун это колдун 30-ый наемник достаточно сильный его нельзя приручить потому что у него сопротивление к магии у него гримуар достаточно большой у него присутствует испуг в большинстве случаев наемника у нас не получится убить дадим ему тишину для того чтобы он не вкастовал на себя ничего и у нас тоже он по самому моменту от нас исчезнет колдун стоит быть готовым к тому что он просто от нас как вы видите он это сделал теперь забиваем улайта улайта ничем особо не примечательней огромное количество мимиков как вы видите давайте убьем мимиков мимиков можно кушать пищебумажный магазин это так называемый магазин свитков крайне полезный магазин особенно если у него есть свитки которые нам необходимы самый опасный свиток конечно же это свиток призыва потому что на высоких уровнях он вам там такую грязь призовет что вы просто охренеете вот собственно это все так же можно воспользоваться свитками наказания попробуем попробуем это был стеклянный голем и после него лут безделушки они нам не интересны орк так называемый окхай давайте его забьем дадим ему замедление собственно что у него за характеристики собственно что вы понимали тридцать первый уровень регенерация здоровья достаточно больно бьет он практически практически под 60 даже больше это удар 70 получается 50 50 раз 74 удар у него если без защиты это очень больно мы убили этого орка точнее так называемого тролля его можно было бы съесть кушать но я думаю мы этого делать не будем полечим наше животное либо дадим ему регенерацию для того чтобы он сам себя лечил в идеале конечно чтобы он регенерацию на постоянке получил но это собственно это элементаль а ледяной ничем особо не примечательный скорее всего бьет льдом да причем он очень больно бьет льдом ну а так по сути с регенерацией он ничем особо не примечательный если во смесе выпиления холда он скорее всего бьет потому что холд очень больно бьет ксан ксорн точнее ничием особо не примечательный я бы даже сказал вы его на раннем этапе должны были встретить чтобы вы понимали кто это это гнида которая дадим дадим ей ужас для того чтобы она нас не пыталась поглощать дадим ей замедление потому что монат нас не убежал у нас кто-то кинул огненный шаг это не страшно нам все равно на огонь поэтому это дадим им тему чтобы колдун у нас ничего не поставал я не люблю поглощатели потому что они куда ты такой шустрый убежаешь дадим ему замедление чтобы убили этого червяк от нас убежал автоматическое захоронение позволяет нам наичать с того места на котором мы закончили гигантский шагород мы его загеноцидили его можно съесть отдать своему животному съесть но у нас все характеристики на него есть поэтому пускай он его ест наш конь поел собственно голем алмазный ничем не примечательно особо дадим ему тишину убили алмазный голем по понятных причинам с него алмаз дропнулся дадим ему замедление он конечно же от нас валит для того чтобы его убить нужно узнать его местоположение как вы видите он от нас свалил у него телепортация из-за этого мы не знаем его финального местоположения нам очень тяжело его убить потому что он постоянно от нас сваливает посмотрим что за яйцо это исчезающий паук яйцо его можно вылупить если это необходимо нужно ударить по нему силой сила в большинстве случаев это силовой болт либо под палочки силового болта обратите внимание еще этот несчастный червяк который телепортирующийся давайте его убьем дадим ужас этому таракану и дадим ему замедление он будет пытаться от нас свалить он кстати сопротивлялся замедлению почему то давайте попробуем видите он сопротивляется замедлению но ему это все не поможет он кстати фазирует судя по всему но исчезающий червяк погиб он поглощатель поэтому с ними с ними очень опасно драться поглощатели могут убить вашу лошадь чтобы вас не поглотили вам нужно вырываться например через телепортацию либо кольцо замедленного пищеварения подобрали некоторое количество монет собственно какая-то статуя давайте посмотрим что за статуя царь драконов это просто трендец если эта статуя оживет это будет эпик фейл чистый свиток нам не нужен потому что для нас он не интересен ремесленная мастерская забили теневого волка убедились в том что у нашей лошади присутствует регенерация на 300 ходов у него еще значит лошадь сама вылечится можно не заморачиваться в этом вопросе у нас к нам ползет король гигантов это призывная ловушка ее стоит деактивировать для того чтобы на высоких уровнях огромное количество мобов на вас не напало святой храм один из самых полезных храмов которые вообще присутствуют в игре он определяет снимает с вас негативные эффекты и определяет духовность всех предметов король гномов ну гнида еще та которая любит создавать огромное количество мобов так что гигантский мимик внешне у них конечно ужасен а так они особо ничем не примечательны универсальный магазин один из самых лучших магазинов которые вообще присутствуют ну как вы видите тут у него не так много и у него есть кольцо защиты которое стоит купить и все в принципе все остальное нам особо не нужно большой мимик есть можно если это необходимо ловушка с валуном мы ее деактивируем он мастер по ловушкам мистический котел один из самых полезных нпс сфера антимагии ловушка антимагии еще какое-то кольцо храняется давай посмотрим что за кольцо кольцо регенерация отлично я все-таки надеюсь что мы дадим возможность нашей лошади съесть кольцо регенерации для того чтобы она на постоянке могла использовать большой ящик в нем только лежит продуктовый паек извлекаем его давайте заберем посмотрим что за огромное количество ловушек магазин снаряжения магазин снаряжения полезный магазин особенно в начале в лати конечно он не особо полезен присутствует горн давайте купим посмотрим что это за горн используем его для того чтобы иметь представление о том что он из себя представляет он находится в инструментах 20 зарядов у него это рок изобилия а рок изобилия самый полезный из всех горнов потому что он вам дает еду вот поэтому в начале очень рок изобилия крайне полезная штука гном в любом случае вызовет мобов поэтому нет смысла ему давать моб нет смысла если вы хотите его убить вам нужно просто его замедлить но гномы не особо быстрые поэтому особо за него переживать не стоит собственно от короля великого желательно конечно замедлить какая грязь а что вы понимали этот король гигантов создал огромное количество гигантов сейчас тут все какие-то гиганты с нами будут драться можно гиганты полезные мобы они дают вам силу давайте дадим ему еще испуг у них испуг закончился еще раз обновим забиваем короля для того чтобы на нас скастовали смятение но это жалкое зрелище на нас не сработает смятение потому что нам все равно на него убили каменного гиганта дают нам ужас для того чтобы они нас не атаковали также можно использовать заклинание тьмы оно более эффективное будет забиваем сначала короля великана для того чтобы он больше никого не призвал а потом остальных великанов кастуем продолжаем ужас для того чтобы наши враги нас не атаковали один все таки смог это сделать но видимо это никак не помогло восстанавливаем некоторые значения магии у нас есть заклинание которое называется волшебная картография используем его несколько раз чтобы мы имели представление где что находится если я правильно понял царь драконов оживился сейчас мы вместе с вами это посмотрим если он ожил это очень плохо почему плохо потому что царь драконов призывает как бы это удивительно не звучало призывает драконов и из-за этого огромное количество мобов на вас просто поползут единовременно непонятно как туда пройти нет это статуя хорошо статуя это хорошо даем ему регенерацию нашему коню вампир ну вампир для нас особо не примечателен ловушка ледяная автоматическое сохранение позволяет начать с того места на котором вы закончили давайте посмотрим дальше ловушка амнезии позволяет вам получить заклинание смятения если вы постуете в смятении то есть у вас какой то другой источник есть вампир лорд призывал бы других мобов к себе на помощь поэтому крайне опасный мерзкий моб кислотные ловушки которые наносят урон кислоту если вы не сопротивляетесь молодой желтый дракон его можно есть я бы даже сказал нужно есть давайте его съедим у нас получается нет только распада нам нужно немножко распада съесть чтобы получить огромное количество ловушек на высоких уровнях поэтому если у вас нет защиты от ловушек защита в моем понимании это просто навык ловушки на максимум чтобы у вас был прокачен потому что вам просто некомфортно будет идти ловушек просто очень много но восстановим некоторое значение магии своей для этого просто постоим с костром посмотрим на карту в целом ну в принципе можно еще вниз прогуляться ну и в правой стороне вообще по сути говоря не были можно еще и вправо будет пробежать по-быстрому давайте пробежимся а что касаемо текущего МПС в принципе его можно раскопать дорогу давайте его раскопаем с помощью кирки копать почему кирка настолько это напитки напитки нам в принципе не особо актуальны но если есть что-нибудь в подобии зельев лечения вот например полное лечение вот и большое лечение тоже хорошее зелье забираем их обязательно и убираем их с собой для того чтобы они нам потом в будущем пригодились в любом случае лечение нам пригодится у нас нет права на ошибку амулета спасения жизни у нас вроде как и нету давайте посмотрим нет у нас есть амулет спасения жизни видимо но права на ошибку у нас не так много да у нас по выслабленным амулет спасения жизни но все равно одна как говорится один шанс на ошибку у нас есть но не больше если мы случайным образом проиграем то мы весь наш прогресс пойдет по одному месту собственно подбираем золото я вот нашел сяомас давайте его поднимем это горсть драгоценных монет и битс они всегда будут вас атаковать поэтому ничего удивительного в этом нет собственно маг давайте им дадим ужас дадим замедление маг в любом случае от нас свалит что с ним делать сложно сказать потому что у него сопротивление к магии поэтому у него иммунитет на очарование соответственно вы его не сможете не усмирить не очаровать он видите как видите свалил как только у него дебаф упал он сразу же свалил поэтому маг очень и очень мерзкий из-за того что вы его не сможете убить потому что он постоянно сваливает через телепортацию от вас какой-то свиток лежит давайте его заберем заодно убьем великана великан мумия на нас кидает это свиток телепортация великан мумия на нас кидает болезнь поэтому очень важно чтобы у вас было сопротивление болезням талант жизнестойкость у нашей лошади есть ли регенерация давайте посмотрим да 200 ходов еще черная нага давайте ее убьем нага бьет кислоты кидает лужу судя по количеству огров там где-то король огров присутствует забиваем огров мы получили следующий уровень у нас уже уровень 20 собственно король огров давайте ему дадим дадим замедление чтобы он от нас не убежал мы убили короля огров тем самым он больше огров не призовет мы опять же поймались в ловушку из того что у нашего персонажа нашего коня нету таланта скользкость поэтому очень важно талант скользкость очень важен если у вас его не будет и у вашего питомца вам просто будет крайне некомфортно поэтому если у вас есть возможность его получить я рекомендую получить его как можно быстрее потому что вам просто будет ужасно некомфортно ищите талант скользкостью как можно раньше потому что на высоких уровнях вас просто будет съедать поглощателя и вы толком ни хрена сделать не сможете угар какой ты быстрый а убили огра давайте посмотрим что у нас здесь находится для этого используем кирку кнопочку копать выкопали посмотрели что здесь вроде здесь пусто поэтому я думаю здесь особо сделать нечего здесь дракон был здесь судя по всему белый судя по чешуе а это серебро древний серебряный дракон ну серебро неплохой в целом когда мы будем возвращаться обратно мы будем бежать очень очень быстро потому что те мобы которых мы загеноцидили но которых мы не съели они встанут и будут нам делать грубо вот например те же драконы мы их загеноцидили мы их загеноцидили но мы их грубо говоря не добили давайте попытаемся добить этого мага дадим ему тишину как вы видите даже тишина на него не работает но телепортация видимо в навыках то есть на него скорее всего нужно очищение накладывать для того чтобы он потерял большинство своих навыков чтобы его убить обезвреживаем кристальную дверь у нас шанс обезвреживания 100% то есть мы уверены в том что мы ее не видим комната комната с большим количеством ловушек давайте посмотрим что здесь у нас это свиток призыва это один из самых мерзких свитков которые вы вообще и как вот эта вот собственно сигнальная ловушка тоже одна из самых мерзких ловушек которая вообще может присутствовать на уровне если у вас нет таланта полет я вам сочувствую потому что тут огромное количество ловушек и чем выше уровень локации на которой вы находитесь тем больше ловушек вам кидают под ноги по сути говоря призыв бесполезен по сути потому что вам такую гадость могут дать нам дали слепоту кобру давайте ее убьем для того чтобы она больше нам слепоту не давала мы убили королевскую кобру слепота сама об себе пройдет как вариант можно пройтись собственно наверх сейчас у нас слепота пробежит мы это у нас что это у нас обсидиановый пол вот у нас клад клад в большинстве случаев это большое количество сундуков которые присутствуют это маленькая комнатка с большим количеством сундуков поэтому тут можно покачать снятие ловушек в большинстве случаев паутину почему-то у нас не получилось обезвредить что вы видите а тут присутствует ловушка собственно муравьиная нора ее тоже не получится обезвредить ее только можно завалить камнем поэтому давайте обезвредим эту ловушку обезвредим сундук нажмем на него открывание и посмотрим что в сундуке находится если у вас нет открывания вы можете использовать получается скелетный ключ либо отмычки если у вас есть навык злом собственно у нас сам снятие чар было давайте посмотрим нужно ли нам это да нам эта книга нужна давайте ее возьмем книга снятие чар нам нужно как и зелья левитации зелья левитации нам по своей сути не нужно но мы его смыли наша магия увеличилась на плюс один и мы увеличили эффективность заглядания мы теперь у нас снятие чар на плюс два а было ноль давайте продолжим посмотрим здесь ловушка обезвреживаем сто процентов используем заклинание открытия ну и заодно школа преобразование качается открываем собственно сундук видим тут зелья лечения зелья смятения отлично нам они подойдут для смыва нам мы застряли из-за того что мы не можем обезвредить из-за того что лошадь нам кстати говоря когда мы постоянно наступаем на этот нам постоянно минусует карма кстати говоря зелья увеличение характеристики одно из самых полезных зелий благодаря этому зелью мы можем поднять себе сейчас статуи то есть у нас будут 20 все кроме харизмы давайте вместе с вами это сделаем используем собственно нашу сумку хранения для того чтобы найти зелья воды у нас 29 штук вытащим их гигантского паука есть можно но он ядовитый поэтому если вы вас не пугает то что он ядовитый вы можете его съесть благословляем собственно зелья характеристик почему мы ее благословляем потому что она более эффективна когда благословленная версия собственно вот вы видите все характеристики благословленные когда не проклята одна характеристика когда проклятое уменьшение характеристик выпиваем эту зелью теперь у нас увеличилось все кроме харизмы нам осталось еще плюс одну харизму получить и у нас будет максимум по всем статам у нас присутствие свиток зачарования как вариант благословить и отдать наши лошади для того чтобы наша лошадь получила дополнительное телосложение давайте так и сделаем помазание свиток зачарования через обмен отдаем его лошади через кнопку снарядить мы скармливаем лошади его смотрим что у нас увеличилось что не увеличилось обратите внимание телосложение лошади увеличилось тем самым она чуть толще стало по идее у него было около 83 но у нас число сложение это хороший стат она стала потолще в идеале конечно лошади увеличить ловкость но опять же в нашем случае наверное это не получится не делать потому что если она характеристике не увеличила так в идеале конечно нам сейчас превратится но для этого нам нужно покушать для начала давайте покушаем гигантских пауков покушали гигантских пауков нам не хватает сытости все равно 800 давайте еще поедим уберем зелья благословленные холоды собственно зелья лечения тоже уберем наша задача в данный момент покушать давайте это сделаем и сейчас мы будем съедать украшения наши которые у нас присутствуют давайте посмотрим во что нам нужно превращаться кольцо регенерации нам не нужно а у нее надо лошади отдать от нас самоцвет импульс тоже самоцвет да собственно контроль нам не нужны меткость это у нас это тоже самоцвет то есть нам нужно превратиться в бурого громилу можно в любое другое существо которое землеядное которое съело бы самоцвет для этого нам нужно для этого нам нужно спешиться мы спешиваемся и нажимаем кнопку превратиться превращаемся превращаемся в бурого громилу чтобы превратиться в кого-то у вас должен быть талант превращения как и талант контроля превращения кольца съедаем кольцо защиты съедаем кольцо импульса съедаем кольцо меткости нам дали умелые луки а все остальное нам не дали шанс сыграл не в нашу сторону поэтому мы оказались даже менее все больше возвращаемся в форму человеческую оседлуем лошадь у нас есть большое количество кармы давайте вместе с вами превратим лошадь во что-то человеческое чтобы мы могли ей отдать в идеале самый лучший момент для лошади будет чтобы она одела кольцо ловкости и на постоянке его носила для лошади также в идеале найти талант скользкой но пока не ясно у нас его с насколько ими известно нету потому что нас очень сильно бесит поглощателе видите то есть у нас есть кольцо регенерации и кольцо контроля превращения нам ни то ни другое не нужно но лошади нужно оба обе характеристики потому что ее очень сильно пробивает и дадим ей кольцо регенерация очень много свитков как вы видите это чистый свиток насколько я вижу на нем на нем ничего не написано спиток смятения нам не нужен и собственно еще напитков торговли нам он тоже не актуален мы на 38 этаже находимся мы его в принципе исследовали единственный верх немножко не исследовали давайте пробежим быстро вверх посмотрим что там у нас собственно это и тигр либо ягуар давайте посмотрим поближе это был ягуар давайте поедим короля гнома чтобы у нас теперь сытость была чуть больше чем 100% гуль королева гуль королева когда вы с ней встретитесь она вас будет на оцепенение кидать дадим ему ужас дадим ему замедление то что он вас не убивал убили гнол шамана собственно водный элементарь давайте его тоже убьем сможет реагировать на воду наша задача чтобы он у нас как можно меньше бил соответственно дадим ему замедление для того чтобы контролировать его скорость движения тем самым мы бьем в несколько раз быстрее это был оборотень да это был оборотень тенго превратился в этого водяного элементаря видимо тут где-то была ловушка превращения обезбореживаем каминопадную ловушку видим то что здесь кольцо левитации лежит но для нас оно бесполезно у нас есть заклинание полета зелье скорости зелье скорости поднимаем собственно красная слизь давайте давайте ее тоже убьем ее надо бить на расстоянии она в теории должна дать огонь лавовый пузырь лавовый пузырь он называется давайте посмотрим может ли он нам дать огонь да видите он 0.50 то есть дает нам огонь от 5-ти депридцати у нашего коня есть огонь как у нас собственно тоже поэтому нам это не нужно у нас нужно вытягивание сил но для этого нам нужно превратить лошадь во что-то другое давайте подойдем собственно к этому к священнику мистический коин это не священник это скорее ведьма у нее собственно дары это за 500 кармы наложить заклинание превращения мы можем 3 раза наложить заклинание превращения поэтому давайте наложим на нашу лошадь заклинание превращения на нашу лошадь собственно это хорошо нам с первого раза повезло я бы даже сказал очень сильно повезло проблема в том что огненный вампир мы его можем контролить но он почему-то не хочет поднимать собственно отлично вампир подобрал нам нужно отдать вампиру кольцо контроля превращения на правую руку и кольцо регенерацию на левую руку и собственно можно его возвращать в исходное положение на вампире ездить по понятным причинам не получится что вампир у него 17 защиты это очень мало он очень больно будет бить но он очень слаб в ближнем бою потому что это не оригинальный вампир оригинальный вампир явно сильнее будет на 17 защиты его просто убьют у него талант проворства и скорость 7,5 но опять же он является человеком и он кровоядный а кровоядный это то есть вы который получается может и есть только теплокровных существ в которых есть кровь вот по сути говоря нам он не нужен потому что кровоядный нам особо не актуален я играл за кровоядного он не особо нам нужен но факт в том что мы дали ему контроль превращения и дали ему получается регенерацию ну как сказать не дали мы теперь у него есть контроль превращения мы можем его контролируемое во что-то превратить например смотрим по кольцу регенерации через кнопку снарядить посмотрим что у него вообще есть собственно вытягивание сил амулет это у нас железо то есть нам нужно что-то наподобие ржавника кольцо регенерации это у нас дерево то есть это нам нужно что-то наподобие либо термита а либо существа которые сможет съесть дерево то есть материалы явное существо скорее всего то есть в теории мы наверняка смогли бы превратиться в термита я так думаю у него есть амулет окаменения это тоже железо то есть в идеале превратится в ржавника давайте попробуем и нашего вампира превратить в ржавника до этого дадим ему амулет изменения до этого дадим ему амулет изменения вернем его в изначальная форма и попробуем во что-то превратить например в ржавника сможем ли мы его превратить в ржавника да смогли мы превратить в ржавника ржавник контролируется значит мы сможем им воспользоваться давайте съедим амулет окаменения съели амулет окаменения теперь пробуем съесть вытягивание сил съели вытягивание сил отражений кушать мы не будем давайте попробуем съесть регенерацию а регенерацию мы не можем скушать а то чтобы скушать регенерацию нужен термит возвращаем его в изначальную форму а теперь наша задача превратить его в термита собственно гигантский термит нам то что нам нужно посмотрим контролируется ли он да термит контролируется отлично едим кольцо регенерации а термит не сейчас посмотрим насколько я вижу термит не не съесть если я правильно понимаю у него видимо постоянная регенерация здоровья потому что мы съели только что кольцо регенерации здоровья а у него оно не сбросилось в идеале дать ему отражение давайте вернем термита на место посмотрим посмотрим на нашего коня еще раз через кнопку снарядить накинем на него бард несчастное автоматическое сохранение которое не всегда вовремя работает на него надели на него бард через кнопку снарядить накинули на него амулет отражения посмотрим есть ли у него талант регенерация здоровья для того чтобы мы не кастовали на него магию да обратите внимание у него есть талант регенерации здоровья но проблема в том что он может быть на кольце вот поэтому пока так давайте проверим на кольце или регенерация здоровья но проблема в том что мы если снимем кольцо и кольцо не на непостоянное скажем так то мы не сможем его одеть то есть нам нужно будет использовать мы кстати можем ему еще защиту поднять для этого нужно дать ему шапку любую шапку которую он мог бы носить в идеале конечно легкая броня мы немножко оседлали прокачали лошадь себе гигантский мимик консервы нам нет смысла его брать в идеале конечно получить талант скользкой на лошадь но талант регенерации конечно шикарен для лошади это прям must have попробуем у дриады получить новый уровень не знаю получится у нас не получится попробуем усилить союзника нет нам нам не дали возможность усилиться это наш максимальный видимо уровень в принципе тут как бы все вроде весь этаж исследовали посмотрели бежим дальше но в любом случае мы хоть какие-то статы накидали свои лошади жалко вытягивание сил не сто процентов но это не страшно в идеале еще найти талант талант скользкий но я думаю это уже будет в следующей серии всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока и